МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также без подведенных коммуникаций, электроснабжения, водопровода и канализации. Уважаемый Равиль, согласно статье 44 Земельного кодекса Республики Казахстан, предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства допускается на площадках, обеспеченных сетями вода и электроснабжения. В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение, предоставление таких земельных участков допускается только при наличии сетей электроснабжения. Если путь землепользователя к своему участку невозможен или крайне затруднен, может устанавливаться право ограниченного пользования соседним или иным земельным участкам. В рамках программы Норлежер ежегодно выделяется определенное количество средств из республиканского бюджета именно на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Например, если взять, что в 2017 году на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки, в том числе и ИЖС, было предусмотрено 77,3 миллиарда тенге. Из них порядка 48 миллиардов тенге было предусмотрено именно к индивидуальному жилищному строительству, на подведение именно сетей воду и электроснабжения. Активная работа ведется практически во всех областях, то есть в 16 регионах нашей страны. Но основными лидирующими, наверное, стали у нас западные регионы, в том числе как Мангисталская, Актюбинские областя, где количество земельных участков именно под индивидуальное жилищное строительство выделяется больше.